Мусар Как само собой разумеющиеся мы думаем, или я думал, что все эти моральные понятия, о которых говорят Священные Писания, они должны происходить сами по себе. Если ты веришь, то ты однозначно будешь следить за тем, что ты говоришь. Ты не будешь грубые слова говорить, или ты не будешь сплетничать. Ты следишь за своими эмоциями, и ты не поддаешься приступам гнева, когда тебе всех вокруг хочется уничтожить. Если ты верующий, то само собой разумеется, что стандарт Священных Писаний — это не то, что требует пастор, это то, чего требует Бог. Быть верным своей семье, не лгать, не красть, и так далее. Но в последний месяц вдруг у меня открылись глаза, я увидел какие-то странные вещи. И настолько, что когда мы разговаривали со старейшинами общины, я сказал, возможно, нам нужно в наши домашние группы вернуть вернуть не только изучение Священных Писаний, не только теологию, когда мы говорим о восстановлении этого мира, но также говорить о простых вещах. Коротко. Но, возможно, это поможет. Потому что это вещи, на которых основаны Священные Писания, это то, что Бог дал нам с небес. Это может помочь нам перенести нашей семье и передать нашим детям что правильно и что нет. Потому что сейчас все настолько открыты для масс-медиа и социальных сетей и для всей этой информации, которая нас атакует со всех сторон. Потому что любой ребенок откроет свой смартфон и может увидеть там странные непонятные вещи. И, может быть, только тогда этот поможет нам быть более последовательными и не приходить в общину раз в пятилетку на какое-то важное событие, потому что так мне удобно. Но посещать постоянно потому что есть сверхъестественные силы, когда мы собираемся вместе. И, возможно, не просто так Бог сказал что ни один шаббат в месяц я даю, чтобы вы посвящали мне или не раз в два месяца. Когда вы можете собраться вместе и быть такими хорошими передо мной. Но раз в неделю. И есть его мудрость в этой заповеди. Вы понимаете меня? Я хочу сейчас говорить о морали, но хочу начать с больших вещей. Естественно. Отец наш Небесный, я прошу, чтобы ты открыл наше сердце и помоги нам принять твое слово и чтобы твое слово внутри нас совершило достойную работу. Я хочу почитать из Евангелия от Матфея с пятой главы. И я буду читать с семнадцатого по двадцатый стих. С тринадцатого до двадцатого. Матфея пятая глава с тринадцатого по двадцатый. Это очень известное местописание. Это Нагорная проповедь Мессии Иешуа. И все, естественно, ее читали. И уже миллион толкований слышали на эту тему. И послушайте еще одно. А, а тем Мелых Аэрец, веим туабад лемелых Мелыхюту, кейцад тухзарло, хен ло яцлих од לשум давар ки им леашлихо ахуца леют мармас лереглей абриот. «Этем, оор העולם, аир, шוכенет алхар, אינה יכולа להסתיר, גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלи, אלא על כן שמים אותה, ואז תאיר לכל בעי הבית. כך, ברу Лёти консу лималхут ашамаем. Ибо истинно говорю вам, доколе не придёт небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придёт из закона, пока не исполнится всё. И так, кто нарушит одну из заповедей сиих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдёт праведности книжников и фарисеев, то не войдёте вы в Царство Небесное. У меня есть три коротких урока на этот отрывок Писания, который мы представили. Первое, что значит «Вы свет мира и вы соль земли». Второе, не пришел я нарушить законы пророков. И третье, это ваша праведность или мораль. Я начинаю с первого. И естественно, вы слышали уже не раз эти слова, что вы соль земли. Если соль потеряет свою силу, то ее выбрасывают. Таким образом толкуют это местописание. Но здесь есть риторический вопрос. Соль — это не смесь каких-то вещей. Это соль сама по себе является кристаллом. А соль, у соли нет срока годности, она не может потерять свою соленость. Возможно, есть тут и там какие-то исключения. Но в принципе но вы можете соль поставить на полку, забыть через 20 лет ее найти, и она все еще будет соленая. Возможно, она будет уже грязная, пыльная, но ее соленость никуда не уйдет. И тот, кто здесь когда-то изучал химию, вы понимаете, что такова структура соли, она крестообразная, и ее характеристики заложены в ней от самого начала. И вы знаете, что когда Ишуа говорит такие вещи, он не всегда что-то производит новое. Возможно, таким образом на таком языке говорили в это время. И вы знаете, что такое мул? Мул. Смесь лошади с ослом? Эх, мул, мул. 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 Животное, да. Как вы выбрите мул? Дима? Окей, они огидли ха. Зе бен шел шел хамор в Исус. Это мул, это смесь лошади с ослом. Ахая азот имеют хазака. Это животное очень сильное. Мамаш хазака. Очень сильное. И намного умнее, чем осел. Перед. Я холи йод. Ки они и штамашки гамбарусит и гамбарусит зе мул. Перед. Окей. Ше е перед. А тем и ванте мальмяне не минабер. Хорошо. Мул, вы поняли, про кого мы говорим. В Талмуде есть такое выражение. Кше перед яви елет. Когда у мула родится жеребенок, аз мэлехте обедета малхуто. Тогда царь потеряет соленость. Мазут умерет. Что это значит? Леперет эйн йеладим. Зе обаяши лаэм. Это их проблема, что мул не может производить потомство. Аз кше Ёшуа сказал, что вы есть соль земли. Он не имеет в виду, что вы можете потерять свою силу. Иногда мы просто теряем надежду. Иногда мы проходим такое состояние в нашей жизни, что мы чувствуем себя полным нулем. Мы чувствуем, что мы оставили Бога и Бог оставил нас. Но согласно тому, на что Йшуа здесь намекает, это только наше воображение в голове. Потому что если хоть раз мы избрали для себя идти за Ним и мы чувствовали, что Дух Его действовал в нас и мы родились заново, мы принадлежим Ему. Если это случилось с тобой, то ты это не потеряешь. Ты Его не потеряешь. Но мы знаем, и очень часто миллионы раз мы теряли надежду. Йшуа сказал такие вещи для того, чтобы нам напомнить, что мы всегда ободряли друг друга. Потому что несмотря на то, что внутри нас есть что-то вечное, иногда мы можем взять наш свет и положить его под кровать и еще чемоданами обложить с тяжелыми книгами и чтобы этот свет был там и чтобы его никто не видел. Почему я вам говорю это? Лично я очень верю, что если ты принадлежишь Богу, если ты хоть раз в своей жизни сказал отец мой благодарю тебя что ты открыл мне И действительно имел ввиду то, что ты говоришь и открыл свое сердце и произошло в тебе изменение не просто вышел вперед с большинством и произнес молитву покаяния но когда ты истинно искренним сердцем пригласил его в свою жизнь то он верный Бог и живой Бог и он сделал тебя солью этого мира и светом этого мира и тогда нам просто нужно поддерживать друг друга и укреплять в этом иногда есть падение иногда человек отходит надолго поэтому священные писания во многих местах говорят ободряйте друг друга поддерживайте друг друга в евреям написано поддерживайте друг друга потому что внутри вы получили природу мессии поэтому если вы внутри себя получили природу мессии пожалуйста поднимите руки поднимите руки и скажите я принял в себе природу мессии ты принял ее и возможно есть разные вещи в своей жизни возможно тебя обидели возможно тебя оболгали возможно ты впал в похоть плоти и оставил Бога очень много есть разных может быть но я хочу сказать послушай сегодня Ишуа говорит тебе ты соль земли и ободрись если нет никакого человека который ободряет тебя то послушай его слова он сказал тебе что ты соль земли не позволяйте себе солгать иногда мы допадаем иногда какое-то безумие находит на нас иногда мы подвергаемся влиянию этого мира или разных людей но никогда не поздно вернуться и он готов продолжать с тобой и поставить тебя на видное место чтобы ты светил во всем доме это первое второе Ишуа говорит я не пришел нарушить законы или пророков я хочу до того как я объясню значение этих слов я хочу объяснить что значит закон Тора и пророки большинство людей особенно те которые имели христианское прошлое они говорят что Тора это заповеди есть список заповедей которые ты исполняешь значит ты исполнил Тору это неправда потому что Тора это намного больше чем 10 заповедей или даже 613 но да мы видим священных писания очень ясные вещи которые Бог прописал нам он сказал делайте так так и таким образом понимаете следующее но в свое время Иешуа сказал но Иешуа сказал что нет никого кто бы спустился поднялся на небеса и спустился кроме сына человеческого и он говорил про себя и мы можем понять есть много мест в священных писаниях например он говорит что мы на земле должны понимать земные вещи и не вдаваться в какие-то небесные рассуждения потому потому что есть небесные понятия и у нас не хватает слов чтобы их понять поэтому когда мы видим заповеди которые прописывают нам как поступать это это что-то из Бога который мы способны понять но есть еще много разных вещей которые находятся на небесах и они являются основой этого мира и мы не можем даже представить и понять потому что это больше нашего понимания я вам дам пример я не очень люблю говорить примерами различных раввинов но здесь Хазаль дам нам очень хороший пример такой пример что этот мир этот мир который сотворил Бог это как тело человека а Тора это как кровь которая течет в теле человека и потому что течет кровь тело человеческое живо поэтому когда мы читаем эти слова и когда Ишуа говорит что ни одна йота из закона не придет это значит что Тора держит этот мир и мы слишком маленькие чтобы понять это выражение и Бог сотворил этот мир и он поставил духовные и материальные законы и также понятия морали много разных вещей и комбинация этих вещей это и есть Тора поэтому Ишуа естественно пришел не для того чтобы что-то отменять он был частью этого поэтому он говорит что вы как народ Израиля должны продолжать держаться за Тору и углубляться в нее на что он намекал когда он сказал что он не пришел нарушить пророков если вы будете читать пророков они дают пророчество относительно будущего но в основном пророчество это голос Бога который говорит народу Израиля вернуться к пониманию Торы вернуться к пониманию основных вещей поэтому он пришел естественно не отменять ничего но наоборот исполнить поэтому есть разные вопросы и толкования что Ишуа совершил такие заповеди или какие-то он должен был совершить а некоторые не должен был совершать и мне кажется что это слабое толкование потому что он сам был тем который дал эти заповеди и мы сегодня пели песню и там были слова из откровения сидящий на троне и агнец его они достойны славы и чести Ишуа говорит нам делайте это учитесь от меня попытайтесь но не делайте это думая о том что когда вы исполните эти заповеди вам что-то за это будет и здесь я перехожу к последнему уроку мораль Ишуа говорит такую вещь и говорю вам если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царство небесное я хочу поговорить о праведности книжников и фарисеев во первых те многие которые живут здесь в Израиле много времени и у нас были разные противостояния у нас были разные встречи с религиозными евреями и мы читали различные брошюры книги хабадников или других движений и мы видели там такие вещи когда ты возвращаешься домой обязательно сделай омовение рук если ты не зажигаешь свечку в 4.32 то ты нарушил шаббат как мне кажется нелогичные вещи я думаю что те которые записывают такие вещи тоже понимают что это ерунда они просто пытаются дать привычки простым людям которые не понимают священные писания какой-то образ еврейской жизни эти вещи или написанная в таком стиле когда весь народ не понимает для чего это если ты одеваешь кипу то хорошо если нет то ты теряешь благословение то есть они говорят что вы только делаете по написанному не нужно глубоко задумываться мы за вас подумаем а вы совершаете и таким образом спасетесь и это совсем неправильный путь потому что сами они знают что наш бог это не гестапо вы знаете что такое гестапо гестапо это там где делалось больно бог не гестапо и он дает нам делать заповеди и когда мы делаем их мы запускаем великие механизмы а когда мы не делаем то мы остаемся нейтральными и он хочет чтобы мы были партнерами это как отец который открыл магазин а потом расширил свой бизнес он хочет чтобы его сын пришел и участвовал с ним в этой работе потом взял этот бизнес на себя мы несколько недель назад ездили в шфарам искали одежду для свадьбы там есть очень красивый магазин и хозяин этого магазина это араб христианин в возрасте уже и там тоже крутился его сын где-то парню лет 25 и в разговоре он сказал это его магазин он хозяин и я был рад это услышать его сын пока не понимает в одежде и не знал что кому подобрать но папа знал но он поднял своего сына когда мы делаем то что бог говорит нам делать он поднимает нас на высокие позиции что мы являемся частью этой вселенной чтобы мы могли радоваться вместе с ним а если мы не делаем то он продолжает нас ободрять чтобы мы это делали не кради не лги не делай это а делай это но понимаешь что ты делаешь не будь роботом и никто в тебя не выстрелит если ты не зажигешь свечи в 4.32 или вообще не зажгешь я хочу сказать то что мы читаем так делай или так не делай как написано сейчас и как пишут религиозные и что будешь делать так 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 и спасешься то это ерунда те которые пишут они сами в это не верят потому что они знают что Бог милостивый и что мы должны знать что мы делаем поэтому когда Ишуа намекает на праведность фарисеев и книжников он намекает на тех которые понимают что они решили делать но он говорит и этого недостаточно чтобы зайти в Царство Небесное потому что ты все еще не чист ты все еще нуждаешься в жертве но нет храма и нет жертвы тогда кто тебя оправдывает какое-то представляемое животное нами поэтому пришел Мессия поэтому пришел Ишуа Иоанн Креститель сказал вот Агнец Божий который берет на себя грех мира поэтому Ишуа сказал вы примите на себя мою праведность это то что сделает вас совершенными перед Богом но знайте что моя праведность вас задействует желание делать Божье дело вы понимаете меня у нас есть праведность Ишуа у нас есть членство его членство в нашем сердце потому что если мы приняли его смерть его жертву в наше сердце то мы принадлежим ему в том мире где только Бог является боссом но это сила должна задействовать в нас более высокие стандарты морали и мы не сплетничаем не потому что это плохо во-первых это да плохо но хавира и леколь бахура есть хавер в классе моего ребенка который учится в 10 классе у всех есть подруга у каждого парня есть девушка у каждой девушки есть парень и мы читаем прессу здесь в Израиле и мы читаем что в среднем здесь дети начинают жить сексуальной жизнью в 15 лет мы читаем мы постоянно видим это в фейсбуке так что для нас это сейчас становится стандартом нужно ли нам теперь закрыть свой рот и не говорить своим детям что так не поступать что то с кем то происходит в общине мы начинаем сразу сплетничать про него или судить человека или что то сделали в моей семье не так как я предполагал так что мне нужно сейчас со всеми поругаться и на всех гневаться если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в Царство Небесное у нас каждый раз есть очень хорошее учение мы все понимаем глобальное исправление мира но нам нужно дать Святому Духу возможность исправить себя быть частью действующей частью во всей Божьей работе я хочу повторить если ты приходишь сюда раз в месяц то ты ничего не нарушил Бог продолжает тебя любить но это подделка что ты часть чего-то ты когда приходишь сюда раз в месяц со всеми поздоровался спросил как дела все нормально если ты пришел и постоял за камерой или собрал потом стулья или что-то от себя сделал ты пожертвовал что-то от себя если ты знаешь что кто-то проходит какое-то трудное время ты ему позвонил в это время то ты часть чего-то очищение и святость язык как мы ведем себя друг с другом как мы принадлежим тому к чему мы хотим принадлежать это маленькие вещи они не разрушают этот мир но они могут благословить тебя вы соль земли вы часть действия Торы Божьего Слова в этом мире и наши простые вещи это то что делают нас или светом или нет пусть Бог поможет нам давайте мы встанем и вместе помолимся отец я молюсь чтобы ты помог мне и помог каждому из нас быть светом в этом мире и помоги нам чтобы у нас был мудрый чтобы нас были мудрые уста чтобы говорить тем которые нас окружают ободрительные слова и слова веры и радости и силы я молюсь чтобы ты помог нам воспитывать наших детей в вере и видеть от них добрые плоды оба они они мил акиш они мит воде ше арбе лон ацли ах бац мейну отец я признаю что очень много мы сами сделать не сможем но ты все можешь ты можешь все во имя Ишуа задействуйте силы внутри нас скажем аминь аминь